Итак, будем ли вводить электронные проездные в наших автобусах? Об этом прямо сейчас. Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире другой формат и депутат областного собрания Екатерина Поздеева. И Александр Дятлов. Неделю назад мы рассуждали о безопасности общественного транспорта и проблеме нелегальных перевозок. В конце программы я поинтересовался у вас, поможет ли ее решить введение в городских автобусах электронных проездных. Вот как на этот вопрос ответили читатели сайта информационного агентства «Двинаинформ». 47% опрошенных считают, что это поможет создать в Архангельске современную систему общественного транспорта. 41% против введения электронных проездных. По мнению этой части проголосовавших, это приведет к удорожанию билетов, ведь перевозчикам придется закупить недешевое оборудование. 12% северян не определились со своим мнением. Наши жители разошлись вообще во мнениях, настолько критично, наверное, впервые. А сейчас к другой теме. Уходящая неделя оставила нам немало поводов для размышлений и даже одну для обращения в областную прокуратуру. В частности, в СМИ появилась информация о том, что на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве опубликовано сообщение о проведении 26 августа сего года собрания комитета кредиторов ОАО СЛДК, на котором будет разрешен вопрос о продаже права аренды лесных участков, ранее предоставленных ОАО СЛДК на праве аренды. Так, согласно отчету, проведена оценка права аренды лесных участков с объемом расчетной лесосеки 335 100 кубометров. Примечательно, что окончание срока действия договоров аренды варьируется с 28 по 54 годы. При этом эксперты, привлеченные конкурсным управляющим, все посчитав, пришли к выводу о том, что итоговая рыночная стоимость права аренды лесных участков составляет всего 29 263 000 рублей. Получается, что за один кубометр расчетной лесосеки СЛДК просит чуть больше 87 рублей. При этом, по итогам аукционов, которые проводит наше областное министерство ЛПК для малого бизнеса, цена кубометра леса доходит до 600 рублей расчетной лесосеки. То есть, если бы Архангельская область расторгла договор аренды лесного фонда СЛДК и провела новый аукцион, бюджет смог бы заработать более 200 миллионов рублей. Но этого, похоже, не случится. И с одной стороны, это даже, казалось бы, хорошо. Ведь рынок получит много недорогого сырья на правах долгосрочной аренды. Но хорошо это лишь до тех пор, пока мы не вспомним об одной нюансе. Лес-то этот, по сути, государственный, а у СЛДК находится лишь в аренде, пусть и долгосрочный. Ведь что произойдет в результате таких торгов? Государственный лес за копейки уйдет в субаренду. Да и эти деньги получит не государство, а предприятие, находящееся в процедуре банкротства. Потом вырученные средства поступят в общий котел на счет предприятия и будут перенаправлены к кредиторам в зависимости от объема долгов и очередности его погашения. Как видите, в этой цепочке не нашлось места ни Архангельской области, ни ее бюджету. Эксперты тем временем утверждают, что такая схема, когда арендатор, находящийся в состоянии банкротства, пытается пересдать в аренду государственный лес, в принципе законна. Однако я как депутат областного собрания уже обратился в областную прокуратуру с просьбой проверить, является ли это решение кредиторов СЛДК и вправду законным. Однако пока мы ждем результатов проверки, хочется порассуждать о другом. Ведь ситуация, складывающаяся вокруг лесного фонда СЛДК, лишь частный пример, иллюстрирующий общее положение дел. А оно сегодня говорит лишь об одном – о несовершенстве лесного кодекса и массы других законов и подзаконных актов, которые регламентируют отношения в лесной сфере. Люди, неравнодушные к ситуации в экономике региона, уже успели возмутиться, почему государство не захотело расторгнуть договор аренды на лесные участки с предприятием, которое стоит на грани разорения. Ведь, вероятно, оно уже давно не способно выполнять свои обязанности арендатора, эффективно осваивать лесфонд, заниматься лесовосстановлением или охраной лесного фонда. В некоторых случаях нарушение даже одного из перечисленных пунктов автоматически приводит к расторжению договора. Но тут этого не наблюдается. Все это говорит лишь об одном – в российском законодательстве должна появиться норма, в соответствии с которой предприятие «Банкрот» будет автоматически лишаться права аренды лесного фонда, который впоследствии будет передан другому арендатору, у которого есть силы и средства для того, чтобы его освоить, а затем и восстановить. С такой инициативой, кстати, я уже обратился к федеральным властям. И сегодня наш опрос звучит следующим образом. Как вы считаете, нужно ли этот лес вернуть государству, чтобы не разбазаривать народные богатства? И три варианта ответа – да, лес необходимо вернуть государству. Второй вариант ответа – лес должен остаться у предприятия «Банкрота». И третий вариант – затрудняюсь ответить. Мы ждем ваши ответы в наших социальных сетях Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. На своих экранах вы видите адрес электронной почты, на которой мы также ждем ваши отзывы и предложения. До свидания и всего вам доброго! До свидания!